Всем привет! Доброе утро! Кому ранее, кому позднее. И сегодня такая вступная, наверное, лекция, да, что такое дизайн, его основа и вообще как мы работаем и зачем нужны дизайнеры и с чем работать. Итак, есть такая фраза, да, is designed, just a few things designed well. То есть, все в мире, что мы видим, да, оно тем и другим способом задизайнера, то есть, все автомобили, книжки, ручки, продукт-дизайн, куча вещей. Но нам надо понять, что quality is over quantity и нам надо как бы сосредоточиться больше на качестве нашего продукта, который мы дизайним, да, и который мы хотим отдать миру, чтобы он понял, что вот это наше деятельство и с этим вам жить. Итак, отойду немножко от дизайна, да, расскажу про дизайн-студию DataArt. Немножко, небольшое интро. Кто мы, что мы, чем мы занимаемся и какие у нас там все деятельности. Общее количество дизайнеров в дизайн-студии, это больше 70 человек. Мы находимся в разных локациях, то есть больше 10 локаций по всему миру. И вот такое комьюнити, наверное, DataArt помогает нам понять не только internal user needs, да, нужды пользователя, но и больше так расширить свое мирозрение, коммуницируясь с дизайнером из других стран. Вот. Мы покрываем очень много доменов. Это финансы, это travel, healthcare, информационные технологии, медиа. Сейчас добавилось еще digital transformation, то есть мы стараемся помочь людям перейти в digital мир, чтобы в период коронавируса, да, они дальше оставались на плаву, дальше продолжали свою работу, развивались. И это очень большой пуш именно для клиента. В Дании они даже не знали, что они такое могут. И вот наши кейсы показывают, что очень много салюшенов мы можем принести для клиента в разных, даже для автосервисов, которые, кажется, завязаны в физическом контакте с человеком, но все равно веб может им помочь оставаться на плаву. В период изоляции. Итак, что мы делаем? Ну, дизайнеры это такие люди там, да, можно делать дизайн квартиры, а можно делать дизайн веб-аппликации. То есть наше основное это UX, UI activities, это mobile apps, desktop applications, web applications. Иногда нам приходится делать презентации, и UX-дизайнеры этого не любят. Для этого мы там все считаем, что есть маркетинговые дизайнеры, которые должны вот уметь, то есть каждую работу должен делать профессионал свой. И когда к нам приходят, типа, сделайте нам презентацию, ну, окей, нам это не сильно интересно, но, да, давайте, супер, начнем. Вот. Workshops. Workshops — это, наверное, самое интересное в нашей работе, да, когда мы приходим к клиенту, говорим, вот нам надо сделать research, или там стараемся продвинуть какую-то идею, клиент не понимает, зачем оно все нужно, если можно просто дизайнер, ты же рисуешь, так рисуй нам картинку, и все будет прекрасно, супер. Какие там discovery phase или что-то другое, они просто клиенты путаются, теряются, и тогда мы предлагаем им сделать небольшой воркшоп для того, чтобы они поняли, что есть UX-часть и есть UI-часть, где UX больше отвечает уже за user experience, это мы вернемся чуть-чуть попозже. Ну, вот, а UI-часть — это все, что, как бы, простой человек понимает, что вот картинка, вот кнопочка, вот там тенюшечка, вот мальчик бегает, вот девочка танцует. И teaching. Ну, это, наверное, самый большой челлендж, потому что уже с опытом тебе становится скучно, то есть проект проектом, да, там всегда новая какая-то там идея, стартап, не стартап. А вот учить людей — это просто фипец как интересно, ну, в моем случае, да, я являюсь директором UX-школы во Львове, и я просто кайфую от этого, когда начинаю общаться с студентами, куча новых идей, да, то есть молодые перспективные, они приносят свежие идеи, потому что с опытом ты уже, то есть даже так, опыт тебя ставит больше в рамки и не дает возможности вот мыслить шире. Это стандартная практика, поэтому учить людей — это помогает тебе саму учиться и развиваться дальше и не останавливаться на том, что вот не ставить себя в рамки своего опыта. И небольшой частью дизайн-студии являюсь я. По большому счету у нас в дизайн-студии все дизайнеры, они UX и BI-дизайнеры, но есть часть людей, которые умеют красиво рисовать, а есть, которые быстро решают, как что к чему, и думают быстрее, да, инволваться в проект. И тут у нас, я себе, как бы, мне пошло больше UX-часть, discovery, вот, понять проект, понять бизнес-райли, users' needs. И поэтому, наверное, плюс дата-арта, что, как правило, на проект идет два дизайнера. Один — это у кого больше акцент на visual-часть, и второй дизайнер — это уже UX-часть, не техническую, то есть, понимание остальных бизнес-райли. Такая коллаборация дизайнеров с двумя разными идеями помогает сделать, по мое мнение, офигенный продукт, который покроет и красивую визуальную часть, да, и делает его удобным для пользователя. Так, что такое UX и почему он идет первым, да, мы привыкли говорить UI-UX, но все-таки весь дизайн начинается с UX, user experience. Это когда нам надо понять, вот, основная миссия этого, да, понять, какую проблему мы хотим решить, потому что все всегда, все бизнесы, все-все-все строятся на том, чтобы решить ту или иную проблему или перекрыть ту или другую нужду пользователя или нескольких пользователей, да. Так, вот то, что я сказал, да, every business is core values and problem, то есть нам надо найти правильное решение, не просто нарисовать офигенную картинку, которая продается клиенту за картинку или там даже внутри компании, а solution. Вы никогда не сможете сделать хороший дизайн, если вы не поймете, для кого это делается. Нам надо понять, кто наши пользователи, кто наша целевая аудитория, что им нужно, какие у них боли, какие у них страхи, к чему они стремятся. И только тогда мы можем сделать хороший продукт. Все начинается с дизайн-тинккинга. Очень классное слово, да, даже несколько. Но это целый процесс, который вмещает в себя несколько моментов. Это вот Энтитс. Симпатия нам надо понять, стать частью того пользователя, для которого мы создаем этот дизайн, для которого мы хочем удовлетворить его needs. Но мы не должны забывать о бизнес-вельюс, в том же числе, потому что human-centered дизайн есть тоже такая штука, то есть это уже больше направлено на человека. Но когда мы создаем бизнес, мы не можем отказаться от бизнес-вельюс, то есть бизнесу нужны деньги. И тогда, когда мы создаем эмпатию к нашему пользователю, нам никогда не надо забывать про бизнес. Нам надо определиться, для чего это все делается. То есть вот эта комбинация бизнеса и пользователя, она очень хорошо комбинируется, когда мы понимаем все-таки основные нужды бизнеса. Но не всегда бизнес приходит с тем, что оно является правильным. То есть там несколько кейсов есть, когда клиент приходит и говорит, ребята, нам надо веб-эп, и вот сделайте нам так-то предложение, с которым пользователи будут работать, и у них будет счастье. Когда мы начинаем вглубляться в суть вопроса, говорить с пользователями, да, проводить интервью, мы понимаем, что у них нет времени. Это один из примеров. Кстати, давайте лучше на примере расскажу. Это была аппликация по трекингу цен на конкурентов для малого бизнеса отелей. И когда пришел к клиенту, он сказал, нам надо веб-эп, потому что мы работаем с большими компаниями, у них все прекрасно. Надо кто-то сидит, а менеджер, и мониторит цены конкурентов. А вот у малого бизнеса менеджера нет. И, как оказалось, в Америке владельцы малого бизнеса, они же убирают, они же готовят там ужин, завтрак, они же и принимают заказы, и бронируют у себя отели, и решают цены. То есть decision-makers, они не только принимают там суть цены, да, они работают, и горничная, и все-все-все-все на них. И во время интервью мы поняли, что люди нам сами сказали, что единственное время, когда у них есть, чтобы промониторить цены конкурентов, это когда они уходят там в комнатушку, два на два, садятся и листают в свою мобилку. Смешной кейс, но он показал клиенту, что это тут как раз юзер-интервью нужно. Для DataArts это дало очень классный value, шикарный фидбэк для дизайнеров, и потом клиент пришел к нам еще с двумя проектами. То есть дизайнеры взяли там себя по голове, вот какие мы крутые, какие мы классные. Всегда надо понимать, что клиент приходит с четким пониманием бизнеса. Но он в 90% случаев не понимает своего пользователя так, как должен работать дизайнер. Дизайнеру приходят именно с той стороны, как профессионалу. И мы всегда должны смотреть на себя с стороны профессионала и показывать. После того, как мы уже поняли, что надо, мы defined problem, у нас начинаются брендштормы, у нас начинается процесс идеи, что если и вот главное правило, когда дизайнеры придумывают какие-то фичи, приколы, финтихлюшки, всякие разные кастомные варианты реализации продукта, никогда не говори нет. или но. Всегда да, и оно работает лучше, чем нет, потому что. То есть, обрезать идею всегда проще, чем ее развить. А когда начинается развитие идеи, даже с самой маленькой идеей может родиться шикарный продукт. один из кейсов тоже, ко мне приходили дети, это львовская бизнес-школа, там ученики 8-9 класса, и у них идея была там кепочки с смайликами, и они взяли родные аппельские смайлики. Мы им объяснили, что это там нельзя так просто взять и украсть смайлик, надо что-то делать свое, похожее, но такое же, то же самое, только другое, да, и я пробовали привести воркшоп, как вот генерировать идеи, и один из парней очень боялся, типа, не, у меня глупая идея, у меня глупая идея, попросили показать, говорит, а давайте сделаем, а его идея была, давайте сделаем смайлики не круглыми, а квадратными. Кажется, идея вот простая и не заходит, потому что все смайлики всегда круглые, но когда начали обрабатывать эту идею, они ребята поняли, что смайлики могут быть не только квадратными, но и треугольными, прямоугольными и в их форме, эта идея единственная зашла для всей команды, вот, то есть никогда не говорите нет, не обрезайте свои идеи, а старайтесь их развить. Вот, когда дизайнеры уже поняли, что вот наши бизнес-мидс, вот наши юзер-велеси, мидс, форстрейшнс и все остальное, чего бояться хотят пользователи и заказчик, мы приступаем к прототипу, то есть все наши идеи реализуются в небольшом прототипе, это может быть бумажная нарисовка и начертание, что к чему, как оно будет работать, или это может быть кликабельный прототип уже на фронтенде, разные варианты, да, но это по большому счету для того, чтобы провалидировать свои идеи, насколько они работают с юзерами и это еще помогает все-таки вот прототип, это не девелопант, это меньше инволмента именно разработчиков, то есть снижается цена идеи, да, и там стадия бета-версия, да, она работает еще на бренде без девелопанта. Так мы валидируем, насколько удобно пользователь будет работать с нашим продуктом, и насколько мы правильно поняли всю нашу идею. Как правило, это все переходит в анализ этого фидбэка от пользователей и после того, как мы получили анализ, вот это весь слов, да, и после того, как мы получили анализ, у нас получается процесс очень-очень интегативный, то есть мы всегда возвращаемся на этот, ну, с предыдущих стадий. Никогда еще мы, я не помню у себя кейсы, когда мы с первого раза угадали все правильно на сто процентов и ничего не меняли в предыдущих этапах. То есть, если у нас показалось, что что-то не так после анализа, да, мы можем поменять идею, мы можем вернуться в definition и поменять суть, потому что мы могли неправильно угадать. А иногда мы неправильно даже привели эмпатию к пользователю, ушли не в ту сторону, и получается, что весь процесс был как бы неправильным. Но это все равно дешевле, чем задеролопить весь продукт и потом понять, что что-то пошло не так. То есть этот процесс очень-очень интеллективный и если выглубляться в суть, то он может занимать до года час. Так, и потом самая интересная часть, у которой всех все знают, кто такие дизайнеры, да, то есть понимают, что вот дизайн, это красиво, это как look and feel, и для того, чтобы сделать хороший UI, надо понять тренды, то есть что сейчас популярно, как показывает практика, не все то модно, что красиво, не все красиво, то, что модно. И так оно и есть. Нельзя сделать там какой-то financial app в стиле Facebook. Почему? Потому что если ты создаешь financial app, да, какую-то там финансовую штуку, структуру для каких-то там, к примеру, бухгалтера, да, ему надо понимать, что он работает не в Facebook, он, это его рабочее пространство, и надо максимально отойди от Facebook, который дает человеку понимание, что он отдыхает, он не привязан ни к чему, он ничего не обязан, он может расслабиться и ничего не делать. То есть при создании тоже надо понимать, что одно тянет за собой другое, нельзя менять между собой. Guidelines. Очень страшное слово. Это правило идей руководства для дизайнера, когда ты создаешь аппликацию или веб-ресурс для iOS или для Windows, для материал-дизайна, да, Android аппс. Оно дает понимание, что мы не можем создать пользовательский там experience для людей, которые пользуются Android на iOS, на iPhone, да, потому что проведение элементов там совсем другое, и когда мы поменяем их местами, получается, что вот ручки вот так, не с той стороны, я думаю, что все вы видели, сталкивались, а вот дай мне свой телефон, блин, у тебя Android, как оно работает, или наоборот, да, вот, что ты с этим iOS-ом делаешь, это нормальный кейс, и вот guidelines нереально помогают дизайнерам делать правильно, да, мы стараемся сделать еще лучше, мы стараемся как бы улучшить там этот user experience с той и с другой стороны, но есть там написанные правила, которые нельзя нарушать и вот от них мы стараемся не уходить. Цвета. Цвета очень интересная штука тоже, потому что нельзя забывать о accessibility, да, когда там есть colorblind, люди, которые там не различают цветов, или другие варианты монохромия, то есть когда ты подбираешь цвета, надо всегда учитывать то, что этот цвет должен работать с другим или тот сильным. Есть куча инструментов, которые помогают это все решить, но главное правило это всегда не переносить дизайн цвета. Типография. Очень классная штука, потому что при создании аппликаций любого продукта мы четко должны понять, как пользователь будет это видеть, удобно ли будет это прочитать и как будет доноситься информация к пользователю. Если мы пройдем отзыве типографии, тогда все будет прекрасно. даже черно-белый дизайн и хорошая типография могут сделать больше эффекта, чем хорошие картинки без нормальной типографии и донести больше правил для вашего пользователя, чем просто картинка. Анимация. Анимация это все наши попрыгушки, тенушки, ховер стейтс, как все прыгает, как работает, перемещается. Оно создает какое-то впечатление, что продукт живет своей жизнью, у него своя физиология, у него свое поведение, у него свои эмоции. Это все передается больше через анимацию. Вот небольшой процесс, да, типография с цветами может меняться, может не меняться, но тренд, это первое, guidelines это обязательно и как у нас осуществляется design delivery process, ну, я так постарался сделать three steps, как правило, одно так и есть, но бывает там разбиваем на больше flow или на меньше, это все зависит от того, как нашему пользователю будет. Пока мы не переходим к delivery process, да, если есть какие-то вопросы, что интересно, я могу ответить. Алексей, могу сказать. Были заданы ряд вопросов. Очень интересный вопрос, какие ошибки дизайнер-новичок допускает чаще всего в начале своей работы в такой компании, DT Art. Опишите свой опыт, как вы начинали, какие ошибки допускали, если можно, пару историй с дизайном. Да, без проблем. Главная ошибка дизайнера, который начинает, он все хочет делать сам. Или сделать это все по-другому. Очень много времени тратится на то, чтобы создать за неимением практики. Ты всегда стараешься создать заново ту или другую иконку, и твоего процесса очень сильно падает. Как я пришел в DT Art? В DT Art я пришел после того, как я был маркетологом, и 9 лет проработал в маркетинге, на украинском рынке, запускал большие компании, сначала маленькие, потом уже все украинские, даже часть международных. Весь процесс, инструменты, с которыми мы работаем, это все то же самое в маркетинге, и UX-дизайне, и сервис-дизайне, и продукт-дизайне. То есть вопрос только, как ты на это смотришь. Эта часть для меня была вопрос аналитика, понимание, а вот с UI-кой у меня была боль. Я тоже допускал эту ошибку, сделать все сам, хочу научиться. Я приходил в офис в 7, когда рабочий день начинался в 11, и уходил с офиса в 3-4, для того, чтобы просто набить руку в инструменте, в скетче, понять, что такое Pixel Perfect, и вообще как оно все работает, потому что мне повезло, я закончил курсы, кстати, в школу, в которой я сейчас директором, и вот эти 3 месяца практики я получал полное удовольствие от того, что я перерабатываю, и оно не напрягало. Да, я развивался, я старался двигаться чем побыстрее, потому что у меня уже 30, я пришел на 3 дни, я там в маленькой компанию мог попасть на какой-то вакансии побольше, поинтереснее, но я понял, что надо смотреть на компанию побольше, потому что опыт, который я получу в большой компании, он просто несоверим с опытом маленькой компании, у которой нету даже процесса. пример из кейсов мне очень тяжело было слушать лид-дизайнера, как бы ему было 26, мне 30, и тут мне пацан пробует рассказать, как я должен работать. Это один из моментов, который было тяжело в себе перебороть, но оно как-то сработалось, и мы с Димой сейчас не просто лид дизайн-студии, а мы друзья пойдем на рыбалку, посидеть по 7-10 часов вместе, просто поговорить ни о чем, или о дизайне, или какие-то собственные идеи, то я думаю, что все нормально. Даже помогаем какие-то социальные проекты в нашем городе по сервис-дизайну, то есть постараемся развивать город в целом и вливаться в жизнь нашего города, а не только сидеть в компании и работать. Но это все желание каждого дизайна. То есть чем больше у тебя опыта, чем больше у тебя коммуникаций с разными людьми, сферой, тем лучше ты дизайнер, я думаю. И sorry за слово, но эбашить надо всегда если ты хочешь достичь эбаш. Спасибо за ответ. Еще был вопрос, что можно узнать дизайнера, чтобы попасть в этот арт на позицию UI и UX дизайнера, в том числе на позицию джуниора. И насколько важно знание тренда дизайна для этого? Знание тренда дизайна это не важно этого, но есть просто, да, то есть чем отличается там джуниор от метла, мидл от синьора, джуниор он все делает сам, мидл он знает где найти, а синьор говорит где поискать. Вот. У нас нету такой практики, чтобы сразу же на джуна, если у тебя нет опыта. как правило это три дни, у тебя три месяца мучений, потому что в конце каждого месяца у тебя экзамен, когда собираются лиды со всех офисов. Как правило не со всех, то есть инвайт приходит на все офисы дата арта, но минимум три лида должно собраться для того, чтобы делать ревью твоей работы. Что надо знать? Надо понимать гайдлайн, надо понимать, что такое пиксель перфект и в принципе надо показать, что ты хочешь работать и быть человеком. В дата арте, как показывает практика, нет такого, что мы набираем звезд. У нас звездой является вся команда. один из всех из одного это наш лозунг, который работает мы как бы не семья, но очень близкие друзья. То есть человеческие факторы они важны, не только технические, но незабываемые техники. Что у нас спрашивают на практике? Я вам задам вопрос, а вы будете думать. Со стороны дизайна как бы ты улучшил повозку в продуктовом магазине? Вот наш главный вопрос. Если мы слышим то, что надо, мы двигаемся дальше. Если нет, тогда уменьшается скорость. Несмотря на все-таки вижуал, который нам предполагает дизайнер, мы обращаем внимание еще и на человеческие качества. И на понимание процесса, который есть в UX и UI. Почему UX, а не UI, а не UI, UX? Это уже, наверное, вопрос рынка, да? То есть пост-аттезианский рынок. У нас, если вы там напишите себе на бумажке UX, UI и прочитайте русскими, вы поймете, почему у нас говорят UI, UX. Думаю, не будем даваться уже подробности. я думаю, что здесь еще ответишь. Надеюсь, да. Как вы нарабатываете насмотренность и насколько тяжело она тренируется? Как игре и лучше нарабатывать? Тягачить. Надо просто всегда работать в пиксель превью, если мы работаем в каком-то инструменте, да? Не забывать о отступах и чем больше опыта проектов, тем лучше. Меня спрашивают иногда, на каких проектах я могу работать одновременно. Это смешно получается, потому что одновременно у меня время от времени получается 16-17 проектов на одного дизайнера. Почему? Потому что у меня в школе есть студенты. И вот каждого свой проект и 16 студентов это уже 16 проектов. И надо над каждым поработать, посмотреть, где гэпы, где отличия, где несоответствия. как еще я стараюсь если создал один скрин, и там уже один скрин, я стараюсь быстро переключаться между скринами. Если у меня что-то там работает не так, то есть элемент перемещается, сдвигается, когда есть гэп. И только практика. Чем больше проектов, тем больше гэпов видно, и тем меньше гэпов ты допускаешь. И тем больше ты маленьких гэпов видишь. Вот так. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Какие сферы дизайна есть арт, кроме UI, UX? Есть отдельный дизайн? И может ли дизайнер UI, UX совмещать с им оушен? Или лучше сосредоточиться на одном направлении? Смотрите, мошен дизайнеры у нас есть. Они приходят к дизайн студии, но это больше UI дизайнера, которые понимают анимацию и системистику, то есть всю суть анимации. Как бы ограничения такого нет. У нас здесь 3D артист, это отдельная каста дизайнера, которые руки выросли с того места, которое нужно, они умеют нарисовать, сделать макет. Я этим людьми восхищаюсь, потому что они умеют рисовать, я не умею рисовать, я умею рассказывать. Сосредоточиться надо, но если ты начинаешь и у тебя будет очень узкая специализация, тяжело найти работу. То есть сначала надо, вот мое мнение, это лично мой подход был бы, я бы, я так и пошел датар, то есть я уже позже стал UX дизайнером, сейчас иду на UX консультанта, стараюсь, хочу пойти, но это позже уже. То есть надо попасть в большой компании. Когда ты уже попал в компанию, твоя работа покажет, что в этом ты лучше, в этом ты хуже и тебе уже лид или там дизайн в дизайн-тиме или дизайн-команды уже в твоем городе будет помогать подбирать проекты, в которых ты справишься лучше всего. У нас всегда есть такое, что ты можешь отказаться от того и другого проекта, но как правило я не скажу, что у меня на практике 9 проектов было, я бы сказал, что у меня какой-то плохой проект был или не интересный. Каждый проект интересный по-своему. Поэтому если ты начинаешь заходить в дизайн как дизайн, а дальше уже старайся просто показать, что вот в Моушене я лучше, давайте я буду развиваться тут, я буду работать над этой частью проектов. и я думаю, что больше тем уверен, что вас поддержат и помогут вам развивать. Но нельзя просто быть мощным дизайнером не понимая EVEX EVEX дизайнера отдается предпочтение с техническим образованием без портфолио или с портфолио без технического образования я думаю что тут покажет собеседование я пришел так без портфолио я ну то есть у меня портфолио это был мой проект школы которые закончил да но я шон я если мы говорим о 3 если мы говорим кому других то есть если ты идешь только начинаешь до 3 не портфолио это завсегда плюс понимание процесса это еще больше плюс то есть чем больше у тебя в рюкзаке тем проще попасть в компании приоритетов нету больше всего наверное вот на уровне 3 не смотрят как ты работаешь как ты коммуницируешь с людьми всегда можно научить все можно почесать справить наработать свою практику что лучше такого нет чем больше тем лучше у нас нету такого четкого разограничения на базовом уровне x или joy это уже идет на уровнях повыше поэтому а если мы говорим уже там стороны миду то портфолио мастер да я понимаю что если люди которые там работали над компаниями не могу показать свою портфолио но садились перерисовывайте свои дизайны или создавайте новые для того чтобы показать свои солюшины и пусть воли должно выглядеть не только красиво но и информативно и технически правильно если мы говорим о уровне металл то есть показываем картинку начнут можно показать какой какие решения мы были прикрыты почему пришли какие проблемы были закрыты за счет этого бизуала этого проекта и тогда уже есть акцент на x и он на уровне 3 не джуниор стронг джуниор но там нету такого разограничения вот надеюсь подсказал и так дизайн-деливери процесс все классно мы начинаем работать с заказчиком мы стараемся заделиверить наш процесс да в наш дизайн in three easy steps почему мы там объединили вот дизайн-тынки нужно включать себе пять процессов мы это все там сжали переработали переживали и делали три клиенту проще понимать что меньше степов значит психология тут он думает что оно будет быстрее вот и все мы там разбили то есть стекол из интервью то что я говорил проводим кризис заказчиком мы спрашиваем какие бизнес должен вести продукт работаем с бизнес-аналитиками конкурентов если есть уже что-то мы должны просто улучшить мы берем там аналитик тюлз и работаем с ними для того чтобы понять где есть где-то где недоработки где-то какие респондов пользователей дальше идет если мы не знаем кто наша целевая аудитория мы создаем вопросники отправляем всем это нам помогает понять кто нашей если мы праве вопросники это поможет понять нашу целевую аудиторию дальше мы уже после того как поняли кто наша целевая аудитория мы работаем с ними тет-а-тет проводя интервью спрашивая что им надо мы создаем персоны там протоперсоны в зависимости от того как позволяет бюджет проекта мы создаем на основе этих интервью на основе именно стекхолдерами и пользователей мы уже делаем хипотезы и планируем наши импрументы если это существующий если новый тогда уже переходим к степу 2 до создаем вайфрейм на которых мы уже визуализируем размещение наших идей как они будут работать как они будут взаимодействовать с пользователями мы уже работаем над visual style мы создаем там прототип на котором будем тестировать validation with users это именно вот то тестирование нашего проекта продукта иногда простого солюшена да насколько удобно вот эта идея заходит насколько правильно мы поняли эту идею и last but not least это development preparation то есть мы уже готовимся работать с разработчиками как правило тут есть серия гэпов которые заставляют нас конфликтировать вот почему там фронтенщик не любит дизайнера почему дизайнер не любит разработчик вот так же фронтенщик потому что дизайнер хочет сделать все вот пш пш вау вау а development хочет сделать все так чтобы поменьше там эфортов создавать и как правило чем там больше интерактивный дизайн тем больше эфортов надо со стороны разработчик никто не любит работать больше чем он хочет это такой кейс когда я всегда говорю что нет проблем есть плохая коммуникация когда вы создаете уже visual style в процессе уже даже wireframes когда ваша идея уже укладывается на прототип вам надо подходить к разработчику спрашивать слушай а вот такая идея как она будет дизайнер потому что ваша идея влияет не только на то что разработчик будет нагружен но и на цену самого проекта чем больше нагружена разработка тем больше они времени потратят чем больше времени потратят тем дороже заказчику и в таком случае заказчику может просто отказаться из-за одной маленькой идеи которая там никакого бизнес связи не принесла только visuals хороший стиль да а то есть цена идеи слишком высока по сути по выше чем ее efforts которые они приносят всегда общаетесь с разработчиками это очень большое и главное правило особенно когда вот у меня на кейсе был artificial intelligence проект и тут очень интересно было работать уже с бэкэндом то чего мы не видим и понять что мы можем показать пользователю что наша система может предуказать предугадать шикарнейший опыт я очень доволен потому что у меня попался такой проект когда тебе там система подсказывает кучу кучу вариантов и реально это как отдельный организм который живет и почти все идеи а вот так можно да можно супер а эффектов много нет супер то есть чем больше у вас идей тем больше надо говорить разработчикам и как правило если правильно преподносите свою идею и разработчик она зайдет он готов даже потратить свое личное время того чтобы реализовать и что продукт прошел в жизнь вот и когда уже продукт пожил да он начал работать с людьми надо все анализировать почему потому что когда мы начинаем когда у нас там 5 интервью если интервью это 10 человек а когда вышел в жизнь продукты у него пользователь там тысяча десять тысяч миллионы и тогда нам надо анализировать поведение насколько мы все правильно угадали за счет вот этих десяти интервью и как как мы за экспонили зумели это все на миллион человек после релиза надо все равно спрашивать там фидбэкс вот то что уже там аппу скачали да оставим нам свой фидбэк это все должно быть очень часто да но как бы все круто вы отдаёте все работчикам а получается что у них свое видение и тогда надо тоже коммуницировать слушай ну я понимаю что так проще ну давай вот делай как всегда нет и там надо объяснять всегда надо объяснять тебе решение то есть дизайнер не может сказать вот так красиво я дизайнер неправильно если ваша идея правильно и вы всегда можете объяснить аргументировать и защитить вот и после релиза всегда будет фаза два третий релиз четвертый релиз и промыть и промыть и промыть то есть там версии будет миллионы и всегда есть к чему стремиться мы всегда шутим когда мы сразу начинаем связь с да вот круто сейчас мы там паримся полгода года работаем над проектом через десять лет придут новые дизайнеры да у людей у меня это их уже юзер экспириенс этот опыт пользователей надо будет новый юзер экспириенс на этот же продукт делать хотя вот сейчас оно все работает так как оно привычно нам я смотрю на своего ребенка да для него там клавиатура и физико физическая клавиатура и там playstation portable с кнопочками это что-то странное потому что тачскрим и он перебил он это главный интеракцион моего сына уже для меня кнопочки это все-таки еще удобно я вот фанатик nokia 88 до нуля и я понимаю что это лучший телефон истории который был создан но он не покрывает уже всех моих нить и я тоже пользоваться айфоном потому что он лучше покрывает нет который сейчас диктирует рынок диктует рынок вот не забывайте о том что дизайнер он защищает пользователя но не забывает о бизнесе никогда не старайтесь собрать свою идею если вы не можете ее аргументировать и защитить если она не заходит и команде значит надо передумать идею значит одно из двух или вы плохо защищаете или она реально не за не за не заходит не работает если не бой не будет если за то чтобы она вот я хочу я решил вот он так должно быть нет вам надо понять вот эти эмпатии и работать с тем чтобы было удобно всем а не просто чтобы вы решили что так будет классно поэтому пост-релиз сервейс мы всегда спрашиваем людей их не мнение их не впечатления и всегда есть место для имплумента от своей работы мы никогда не стоим на месте даже после того как мы начинаем работу примеру там в январе а к концу там в декабре условно да это никогда так не начинается январь декабрь но через год та идея изначальная она может допустить кучей новых идей или вообще поменяться ну такая такая жизнь не за не да это все спасибо